всем привет а хотите еще одно свидетельство того что доктор физмат наук попов а и и некий сенатор вместе со своей сворой журналистов являются конченными плоскоземельщиками хотите я знаю хотите их ссылку на твиттер джеронизма выступавшего в роли ироничных пользователей соцсетей я уже показывал но то были цветочки а сейчас настало время тяжелой артиллерии в таких случаях когда пытаются прикрыть какую-то аферу на передний план начинают выпускать идиотов и в завершение нашей программы о том почему нигде не будь а в самих соединенных штатах столь распространены теории что американские астронавты на самом деле так и не побывали на луне вот серьезное разоблачение лунного обмана пришло от тех кто больше всех скрывал эту тайну из космического агентства наса в 2015 году американцы запустили к луне телескоп сенсация произошла когда фотографии с этого аппарата выложили в интернет многие считают что посадка на луне это фейк когда-то давным-давно этот бредок я уже разбирал так что за подробностями отошлю вас к тому видео ссылка в описании здесь цитируется некий dark sky watcher 74 и это видео нежно полюбили плоскоземы несмотря даже на то что его автор вроде как не плоскозем и у него есть как минимум один ролик где он этих самых деятелей критикует но при этом он точно луноборец и заодно еще упоротый альтернативщик потому что у него на канале дофига восторженных видосов про не биру палеоконтакт рептилоидов аннунаков и прочий кал но это еще не самое вкусное и даже пресловутый советник трампа по науке которого сенатор в своих передачах упоминал как минимум дважды не дотягивает по степени маразма до следующего сюжета внимание на экран да печальная история другая тема этой недели 50 лет высадки американцев на луне как известно более полумиллиарда человек при но появилась видео а заглавленная виклик сцены пас откинул ну снятый в неваде якобы таким образом интернет портал мстил за то что его основатель джулиан ассанджо арестовали в лондоне и впрочем авторство викивикс было поставлено под сомнение но это уже не столь важно потому что на передний план начинают выпускать идиотов но это уже не столь важно я сказал что вы предатели но это уже не столь важно я их оскорбил в газете но это уже не столь важно между прочим главное доказательство но это уже не столь важно вот так то только подумал что достиг дна как снизу постучали грубая подделка от плоскоземельщиков в аналитической программе на канале твц и заодно на сайте попова кушайте не обляпайтесь ну а подробный разбор этой истории в моем видео по ссылке в описании под этим сюжетом вступление закончено теперь что касается программ аполлон здесь прежде всего надо обратить внимание на ракету сатурн-5 ура ракета наконец-то мы дошли до ракеты давайте уже узнаем что там с ней не так с точки зрения бывшего ракетчика но у нас же была тоже аналогичная на отдельность ракета правильно схожие были параметры была она гораздо ближе была к успеху чем сатурн-5 классно пошутил да ракета взорвавшаяся на испытаниях четыре раза из четырех причем по вине первой ступени а всего их было 5 и как повели бы себя остальные никто не знает оказывается была ближе к успеху чем успешно отлетавшая ракета ладно потому что вы вот четыре испытания последний испытательный пуск ракеты на один состоялся 23 ноября 1972 года и ракета тогда за 107 секунд дошла до высоты 40 километров разрушившись буквально за несколько мгновений до запланированного переключения на вторую ступень то есть разделение включение двигателя и так далее этого не произошло потому что к сожалению программа полета не предусматривала возможность такого аварийного продолжения то есть если первая ступень ломается в тот момент когда уже можно включить вторую можно было бы сделать но этого не было поэтому к сожалению это было последнее испытание затем программа была прекращена зарезано и вот на этом кончилась советская пилотируемая лунная программа беспилотная продолжилась но здесь нужно еще заметить что для выхода на опорную околоземную орбиту ракете n1 ну вернее ее нагрузки потребовалось бы работа всех трех первых ступеней то есть вернее 1 2 3 а мы вот не располагаем сведениями даже о том как работала бы вторая ступень если бы она включилась а потом третья к сожалению этого ни разу не произошло поэтому остается только гадать и фантазировать но в любом случае можно представить себе что если бы такая ракета вполне успешно бы вывела свою полезную нагрузку но на околоземную орбиту и если бы об этом событии была бы снята достаточно подробная кинохроника если бы она попала в липкие лапки наших уважаемых экспертов то они бы могли вычислить что скорости этой ракеты явно не хватает для выхода к луне и она вообще как-то клонится к горизонту и явно готовится упасть в казахскую степь ну то есть не летали бы во время последнего испытания когда против товарища ведущего лично я ничего не имею он человек подневольный и скажет что прикажут но все-таки маршал неделин погиб при взрыве ракеты r16 в 1960 году почти на 10 лет раньше первого испытания ракеты n1 советском союзе так бывало что при испытаниях взрывались ракеты но взрыв r16 стал самым катастрофичным по количеству человеческих жертв напротив взрывы n1 несмотря на всю свою грандиозность насколько мне известно сами не были непосредственной причиной гибели людей чьи-то головы возможно слетали с плеч но это было потом и мне такие подробности неизвестны но как утверждают даже сами разработчики этой ракеты что если бы она полетела было бы гораздо больше проблем если бы она полетела неизвестно лучше с ней делать как это неизвестно когда очень даже известно лететь к луне чтобы высадить там леонова чтобы он воткнул бы флаг советского союза чтобы он отсылитовал бы ему произнеся какие-то торжественные слова чтобы он собрал бы камешки сфотографировал бы ему какую-то панораму бы снял затем чтобы он погрузился обратно в корабль стартовал бы с луны пристыковался к остававшейся на орбите части затем разогнался бы к земле и собственно приземлился бы если все пошло хорошо опять в казахской степи как это так не хотелось советские космонавты ну там где я читал про их мнение или их слова где попадались они буквально рвались к луне они чуть ли не в буквальном смысле говорили что готовы лететь даже вот вместо этих черепашек только посадите и запустите и мы готовы хотя бы облетную миссию осуществить потому что для нее хватило бы и корабля попроще вот того самого зонда он фактически уже был готов к полету человека ну как показала практика возвращение было бы жестковатым но тем не менее человек наверное мог бы выжить как-нибудь то есть и корабля попроще хватило бы не обязательно прям лунный с той частью который приземляется и ракета не такая мощная нужна как она один хватило бы и протона который к тому времени уже более менее работоспособен был но вот не хватило политической воли что называется про фукали момент поэтому две ракеты последние которые были готовы к испытаниям всеми черном году их просто бульдозерами распахали уничтожили нет не поэтому но на мой взгляд само уничтожение ракеты на 1 и практически всего их наследие это конечно глупость капризного ребенка ломающего наказывающего свои игрушки которые чем-то ему там не понравились но советскую пилотируемую лунную программу ее изначально проектировали даже еще более идеологической чем у американцы свою то есть у американцев там конечно важно было этой идеологической составляющей что вот мы мы великая нация также в ссср то есть научная составляющая что же было но к этому времени как бы многие уже понимали что все эти исследования проще и надежнее проводить автоматами а лететь туда человеку не обязательно потому что практически все научные задачи которые к тому времени можно было придумать решались автоматами а человек это вот именно как достижение бестолковое очень дорогое но тем не менее такое которым можно гордиться потому что ну 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 луноход да круто на ход круто без сомнения но луноход не выступит с речью понимаете он его не повозишь по выставкам какие-нибудь там в составе делегации его не включишь нужен человек чтобы сделать из этого человека символ а это не получилось у советского союза америки получилось вот но изучение луны на самом деле с прекращением советской лунной программы пилотируемых полетов она вовсе не прекратилась и последний советский робот успешно выполнившие свою программу на поверхности луны это была автоматическая станция луна 24 в августе 1976 года вот недавно была годовщина и заодно вот этот момент со смещением приоритетов он очень хорошо иллюстрируется одним из документов приведенных в книжке павла шубина который я уже рассказывал там как раз вот есть какое-то предписание средства массовой информации что нужно как бы вот немножечко по-другому преподносить все эти новости чтобы советский человек гордился тем что вообще у нас есть космонавтика что у нас есть орбитальной станции а луна на американцы ну слетали на луну ну и я не буду проверять пусть 990 миллиметров хорошо но почему не ровно метр если бы был метр эта камера все равно была бы самая большая но тут получилось бы красивое какое-то число ну ладно у американцев дюймовая система но в дюймовый 990 миллиметров это примерно 39 дюймов почему не 40 почему не 35 или почему не 100 если уж делать большую камеру такое что прям чтобы всем камерам камера была бы но вот у них почему-то вот какое-то вот такое странное значение получилось неужели это случайный выбор а может быть нет существовал советский проект двигателя rd 270 на несимметричном диметил гидрозине это был реально однокамерный монстр от глушко и его габариты получались ничуть не меньше чем у f1 высота 4 метра 850 миллиметров диаметр сопла вот по срезу там три метра 300 миллиметров но к сожалению не нашлось данных по диаметру камеры сгорания какая там была наверное плохо искал зато нашелся другой параметр рабочее давление 260 атмосфер практически то есть камера скорее всего была не очень большая но очень высокого давления куда уж тут американцу то есть у f1 едва набиралась 70 атмосфер но к сожалению работы по созданию rd 270 были прекращены до их завершения то есть двигатель проходил какие-то там стендовые испытания показавшие принципиальную работоспособность его узлов но вероятно в деле прекращения разработок сыграла не последнюю роль докладная записка королева о нецелесообразности создания таких сверхмощных двигателей на токсичном топливе потому что королев был фанат керосина и запускать людей на токсичном топливе которого в такой ракете будет извините очень много вот он почему-то не хотел ну возможно будь этот двигатель доведен до рабочего состояния то у ссср появился бы однокамерник с тягой ничуть не меньше чем у f1 а может быть даже и побольше но увы наши двигатели имеют ну да наблюдается такое явление действительно и с ним борются и на этапе создания двигателей и на этапе когда они установлены на ракету или там на отдельные какие-то узлы и проверяют это все в сборе потому что там всякие еще трубопроводы начинают играть в этом деле и так далее но слова про то что невозможно такое сделать они знаете требует какой-нибудь такого весомого доказательства потому что совершенно аналогичными проблемами столкнулись и советские конструкторы в частности при создании ракеты энергия если мы посмотрим на конструкцию двигателей rd-170 то увидим что в их камерах сгорания а точнее в этих форсуночных головках применяются совершенно аналогичные решения антипульсационные перегородки в конце концов сатурны 5 ведь летали чему есть тысячи свидетелей летали вопреки утверждению уважаемых экспертов которые говорят что это невозможно поэтому у нас никогда не было двигатели на для пары кислород керосин больше которые бы имели камеры сгорания больше чем 430 миллиметров ну то есть 430 миллиметров это нормально а 990 невозможно и дело тут именно только в стабильности горения они например в несбыточном желании создать унифицированные двигатели которые можно было бы небольшими доработками превращать там в двухкамерные однокамерные и может быть в двигателе верхней ступени если кто не знает под вакуумные ступени нужны двигатели с увеличенным соплом и не буду сейчас вдаваться в подробности просто если бы f1 применялся на второй или даже на третьей ступени то он бы неизбежно стал бы еще больше размерами но он и так огромный а так пришлось бы его еще в два раза больше делать ну само сопло это это не вариант даже для американцев компактный двигатель в этом плане проще и я тут конечно не специалист могу ошибаться так что поправьте меня если вы знаете больше кстати вот rd 170 двигателя 4 камерные каждая камера из горания имеет диаметр 380 миллиметров всего но так зато и давление там 241 атмосфера меньше камера больше давления вполне логично плюс к тому не стоит забывать что f1 это разработка стартовавшая в середине пятидесятых годов прошлого века по запросу еще ввс сша наса тогда не существовало и никаких лунных планов естественно не было то есть его потом поставили на паузу не то чтобы забросили но как бы оказалось что нет ракеты где бы он мог пригодиться потом появилась лунная программа и работа стартовали уже заново и вот к середине 60-х он был более-менее доведен как-то там чет на стендах начала работать потом поставили на ракеты и ракеты полетели наконец-то к луне ура rd 170 он появился на 20-30 лет позже в начале 80-х годов прошлого века и это значит что это двигатель другого поколения и нельзя не учитывать что у людей которые его разрабатывали уже был богатый опыт двигателя строения они знали как делать что делать и чего не надо делать тоже знали хороший двигатель rd 170 никто не спорит вон его как сначала у половинили потом расчетверили он все работает и тяга на одну камеру 185 тонн суммарно 740 получается но они у нас были сделаны для ракеты энергия созданы уже где-то восемьдесят шестом пример году где-то в это время да он намного моложе наверное поэтому он совершеннее и перспектива у него еще есть и потенциал далеко не исчерпан то есть f1 отстаёт от него по всем статьям тяга меньше удельный импульс какой-то стариковский тут как бы такая аналогия динозавры вымерли хотя некоторое время назад они правили планетой долго мучились долго дома а f1 не получился как да как же это он не получился если сатурны 5 летали ладно ты не веришь в высадки американцев на луну ладно но ведь тысячи людей в буквальном смысле своими глазами и своими кинокамерами наблюдали за взлетами этих ракет что этого тоже не было ладно тот вот фил полейша снял медленно взлетающий сатурн но он же его снял что-то там такое-то летит пипец какой-то просто кроме того для того чтобы обеспечить вот этот откуда информация эта эта информация взята из сайта попова работа велюрова аркадия великий карбюратор там и первоисточник опять сайт попова и писанина велюрова того самого попова ну ладно про него уже было того самого велюрова который так хотела провернуть полеты американцев на луну что случайно доказал что у них был самый мощный однокамерный жрд в истории ладно андана дан расчет этого двигателя f1 что-то мне подсказывает что у этого расчета есть какие-то знаете изъяны ну типа не учитывается какая-нибудь немаловажная мелочь например наличие завесного охлаждения или что-нибудь еще какой-то тот результат который хочется получить да и у тут уже никаких сомнений не остается это абсолютно очевидно что настоящий ракетчик не то что не проверял эти расчеты он их даже не дочитал он просто поверил в результат он поверил что у американцев не было этих двигателей ведь если бы он дочитал статьи велюрова до конца и увидел бы тот вывод который из них следует что у американцев все-таки были очень тяговитые однокамерные двигатели тогда бы наверное локтюхин бы понял что у американцев был вариант еще поставить не 5 двигателей а там 6 или 7 или например воспользоваться двухпусковой схемой и вывести лунный корабль по частям состыковав их на околоземной орбите пожалуйста они бы все равно слетали бы на луну но нет вот уважаемый эксперт пошел по пути наименьшего сопротивления он просто уверовал для давления 69 атмосфера то могло пройти но эти трубки не могли обеспечить такое давление такой толщиной стенки здесь они попали как был замкнутый круг увеличив толщину стенки увеличив прочность но он ухудшается теплодача через более толстую стенку и поэтому научный метод он чем хорош он проверяется на множестве примеров всех вот возможных вариантов то есть если провести какой-то очень хороший расчет по одному единственному случаю то может так оказаться что этот случай какое-то исключение из правил да а может быть что наоборот подтверждает правила поэтому настоящие ученые вот они свои теории проверяют в сериях экспериментов то так то сяк то и так там еще как-то и вот интересно а если таким же способом просчитать например тот же самый rd-170 ведь давление выше стенки толще должны быть в разы наверное толще на не выйдет ли так что и он тоже ну ну вы поняли только гораздо позже на некоторых небольших двигателях у них засилят они давление 60 атмосфер но для пары аэрозин и ндмг вернее аэрозин и амил ну например rs-25 главный двигатель шаттла однокамерной криогенный на паре водород кислород тяга на уровне моря 180 тонн давление в камере сгорания 204 атмосферы начало разработки где-то в середине 60-х и за основу взят двигатель j2 это совсем другая песня у них другие охлаждающие свойства а каком собственно двигателе речь и что будем делать с другими американскими движками наподобие того же упомянутого rs-25 они что тоже не получились а на чем тогда шаттлы и летали а я понял и кроме того самое главное как мне кажется все таки это диаметр камеры сгорания потому что ну а мне вот так не кажется и мое мнение дилетанта против его мнение дилетанта переубедите меня пожалуйста и все-таки почему не ровно один метр почему не два метра почему не полметра почему проклятый кубрик выбрал именно 990 миллиметров они 666 например ограничение подавления можно сейчас бы спокойно обойти с помощью камеры стеновой конструкции камера стеновой конструкции поиск изображения реализовано да реализовано кстати в двигателях вот это rd-170 давлением камер 250 атмосфер а это советский но американцы тоже теперь стали делать кстати какие жуткие вещи говорит дядечка то есть получается что у американцев все-таки были и даже есть свои двигатели они казачок ли он засланный кстати вот это перси 68 на который летает дельта 4х вот этот движок кислородоводородный он тоже сделан по нашей схеме и кстати схема строения двигателя определяется отнюдь не методом формирования охлаждающих каналов которые вот в данном случае действительно можно сказать советская технология такая фрезерованные каналы схема определяется иначе по тому какие процессы внутри двигателя происходят с его рабочими субстанциями то есть с топливом с окислителем что там еще может присутствовать и неважно какая технология формирования охлаждающих каналов не важен химический состав топлива то есть это ндмг керосин или водород главное что происходит с этими субстанциями и в каких местах двигателя соответственно рс-68 построен по схеме открытого цикла без дожигания генераторного газа то есть выхлоп его той части которая прокачивает топлива окислитель по основной системе там стоит турбина отдельная со своей камеры сгорания и вот выхлоп этой штуки он выбрасывается наружу она питается от того же топлива окислителя что и основная система в данном случае это не обязательно так во всех двигателях но вот в данном случае питается тем самым водородом кислородом и выхлоп его выбрасывается без уже какой-то дополнительной пользы соответственно таких двигателей у них чуть-чуть похуже набор параметров по сравнению с двигателем там например с дожиганием этого газа они менее экономичны но зато они сами по себе дешевле и проще конструктивно а это очень немаловажный фактор соответственно меньше детали выше надежность можно так сказать вот и сопла rs68 она прокачивается через него прокачивается водород для охлаждения и заодно у него есть еще внутренний слой для абляции дополнительная как бы абляционная защита за счет испарения покрытия сопла она еще чуть-чуть немножечко охлаждается из-за этого выхлоп rs68 приобретая такой характерный оттенок оранжеватый у других водородников выхлоп практически бесцветный прозрачный может быть там чуть-чуть синевой где-то на вот здесь вот конкретно такой оранжевый цвет это та самая абляция и есть замерем там давление 96 атмосфер но больше него не требуется вот это короче этот барьер можно было взять спокойно но до сих пор нет движков такой размер если значит все таки главным препятствием является на размер камеры влияющий на процесс сгорения как интересно получается специалист ракетчик сидит и гадает что ж там главное размер камеры или не размер камеры а я вот рискну предположить что в химическом ракетном двигателе самое главное это эффективность преобразования энергии химических связей в топливе в кинетическую энергию движения ракеты и одним из самых важных параметров по этой части является удельный импульс а он напрямую зависит от давления в камере и если это давление низкая то и удельный импульс получится низким а двигатель неэффективным при своей чудовищной тяге он будет тратить очень много топлива собственно на развитие этой тяги если нам нужно вот по зарез нужно решить какую-то задачу для которой только такой двигатель и подходит тогда ладно как вариант а вот использовать его в качестве что называется рабочей лошадки это даже у америки пупок развяжется к тому же вот как сам уважаемый эксперта сказал больше ему не требуется больше не требуется кому сейчас может быть нужен огромнейший сверх мощный при этом чудовищно дорогой в эксплуатации в изготовлении двигатель ну кроме сумасшедших это примерно как в автомагазине пытать продавца вопросами не о объеме бака не о расходе на километр там не о крутящем моменте не о максимальной скорости или разгоне от нуля до сотни за какое время там разгоняется не вам все это не интересно вы пытаете его только одним вопросом какой диаметр цилиндра и вот на этом моменте с философскими гаданиями давайте поставим очередное многоточие и ну наберитесь терпения с каждым разом мы все ближе и ближе к кульминации скоро скоро все будет оставайтесь на канале